Аппетитное и сочное запеченное мясо можно сделать не только в духовке. Предлагаю на заметку рецепт приготовления буженины в микроволновке, идеальный вариант для завтрака или основного блюда. Этот довольно простой рецепт буженины в микроволновке при желании можно дополнить овощами по вкусу, а также разнообразными специями. Аджику можно заменить томатным соусом, а вместо свинины взять другое любимое мясо. Сколько и какие продукты понадобятся, узнают те, кто досмотрит до конца. 1. Первым делом необходимо очистить чеснок и нарезать его тонкими дольками, морковь вымыть, очистить и нарезать брусочками. 2. Горчицу соединить с аджикой и тщательно перемешать. В рецепт приготовления буженины в микроволновке лучше использовать горчицу в зернах, она даст особую пикантность мясу. 3. Целый кусочек свинины вымыть, как следует высушить и проколоть ножом, в полученные отверстия поместить кусочки моркови, чередуя с чесноком, натереть мясо смесью соли и сахара со всех сторон, веоложить свинину в стеклянную форму. 4. Оставшийся чеснок распределить по поверхности мяса, на дно формы для дополнительного аромата можно веоложить лавровый лист, подписавшимся, больше вкусностей. 5. Присыпать сушеным перцем и другими специями по вкусу, при желании можно добавить веточки свежей или сушеной зелени. 6. Приготовленный заранее маринад из горчицы и аджики распределить по мясу, обмазав им со всех сторон, чтобы буженина в микроволновке в домашних условиях была более ароматной и пропитанной специями. Ее лучше оставить в таком виде на пару часов, а идеальный вариант – на ночь. 7. Когда мясо пропиталось маринадом форму накрыть крышкой обязательно и отправить в микроволновку. Для начала при максимальной мощности запекать 20 минут, затем аккуратно перевернуть мясо и снова запекать 20 минут, при необходимости, если мясо постное, добавить в форму немного воды. Этого времени может быть вполне достаточно, однако в зависимости от размера кусочка, время может быть увеличено, готовность буженины можно проверить, надрезав немного. После запекания оставить мясо под крышкой еще на 15-20 минут, а затем аккуратно разрезать и подавать к столу. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. Вот что нам понадобится. Не останься равнодушным, вырази благодарность одним лишь щелчком, подписываемся. Друзья, жду вас снова.